Не совсем получился первый тайм, где-то с 25 минуты мы довольно низко прижались к своим воротам, к своей штрафной площади и на давление со стороны фланговых игроков и защитников крайних торпеда. Это банальные подачи сланга, где достаточно много было соперников штрафной. Мы с трудом справлялись. Пропустили гол после рикошета. Но опять-таки здесь и то, что низко сели, и то, что надо давление оказывать на игрока с мячом в других зонах, скажем, выше от своих ворот, для того, чтобы не было таких ситуаций, когда с рикошета залетает мяч в дальний угол. Но здесь, знаете, хотелось бы сказать о том, что я благодарен команде за характер, за терпение. Да, нам было очень трудно сегодня, потому что последняя игра была в начале августа и мы были вот в таком состоянии, когда вроде бы вот-вот те пропущенные игры, которые у нас были, должны были состояться, плюс календарные игры. Вот. И все, они переносились. Знаем мы в связи с какими событиями, вот поэтому не буду я об этом сейчас говорить. Вот. Поэтому вот это, знаете, как команда вроде бы вот-вот завтра уже игра должна быть. На предыгровой нам объявляют, что матч переносится. И так было два случая. Все это, конечно, оно немножко так угнетает. Вот. И плюс, еще раз говорю, то, что в начале августа последняя календарная игра была у команды. И мы из игрового тонуса выбились. Поэтому связываю это с тем, вот, немножко это волнение стартовое, плюс, еще раз говорю, где-то первый тайм у нас не получился. Именно вот, наверное, так, не то, что причина, но один из факторов, который повлиял на, скажем, на качество игры в первом тайме, это то, что отсутствие игрового тонуса. Ну, во втором тайме, видите, путем где-то заменном перестроились. Мы немножко отодвинули игру, я считаю, по крайней мере, в начале второго тайма от своих ворот. Вот. Никаких претензий к ребятам, которые были заменены. Они отработали свой отрезок, как говорится, по полной. Хорошая комбинация. Подача сланга достойная от Юры Остроуха и завершение по створу ворот. 1-1. Ну, опять-таки, здесь еще раз хочу сказать, что торпеда довольно серьезное давление оказывала. Но у нас были хорошие контратакующие, скажем так, аргументы во втором тайме, в отличие от первого. Поэтому мы искали свой шанс и в быстрой атаке, и имели их, имели, к сожалению, но не довели. Так, конечно, могли и пропустить, но, знаете, когда дебют, команда, скажем так, не в простой турнирной ситуации, нам очень важно было сегодня набрать очки. Ну, вот, получилась ничья, поэтому еще раз хочу поблагодарить свою команду за характер, за терпение и то, что мы сегодня добыли очки в Жодино. Очень настраивались, очень хотели, но не смогли, называется. Обидно за то, что, в общем-то, я ожидал, что нам будет тяжело. Команда все-таки, хоть и решает пока другие задачи. Вот, ну, команда амбициозная, молодая, новый тренерский состав. Все это предугадывалось, вот. Ну, сложился очень хороший первый тайм, ну, хороший, так, относительно в нашем исполнении. По крайней мере, он мне понравился с логическим забитым голом, наверное, была возможность уйти на перерыв в более лучшем положении, то есть по забитым голам. Вот, сзади практически они не переходили в нашу штрафную. То есть все, как говорится, благоволило, благотворило такой момент, чтобы добиться победы. Вот, ну, единственное, уже такой опыт есть, и все это, весь второй тайм, ой, весь перерыв где-то указал на те незначительные ошибки, которые были в первом тайме, а большую часть времени перерыва отдал для того, чтобы, ну, как бы настроить, настроить еще больше, чем было перед игрой, для того, чтобы ни в коем случае не расслабиться ни на одну секунду, потому что, как вот в воду глядел, говорю, если, ребята, если расслабимся, где-то любая толика расслабления, если пропустим гол, вы сами понимаете, это психология, она сразу прибивает, и крылья вырастают у соперника. Ну, и вот говорю, может, накаркал, хотя как можно накаркать, когда это касалось моей команды, вот. Вот, ну, вот случилось, о чем говорили, к чему готовились и получили вот эту ситуацию. Вот, ну, наверное, по праву воротарь у соперников был лучше, потому что, на самом деле, было много ситуаций, где казалось бы, что мы пришли к логическому завершению, чтобы забить гол, но воротарь просто сейвы делал такие, что это самое, вот. Ну, и если уже до конца быть, как бы, объективным, то и наш воротарь выручил нас от поражения, будем так считать, потому что при счете 1-1, вот этот, опять же, простая детская ошибка, выход 1-1, и удачная игра воротаря или неудачная игра нападающего соперника нам позволила, по крайней мере, не проиграть.